Всем привет! Меня зовут Оля, я рада видеть вас на своем канале. Сегодня у нас ежемесячное скрэйтие распаковка бьюти боксов. Мы сегодня с вами смотрим два бьюти боксика от Look Fantastic и от Glossy Box. К сожалению, в этом месяце у нас не будет коробочки от My Little Box, так как, если вы помните, в прошлом видео я говорила вскользь, что My Little Box июльский боксик, или июльская коробочка, включала себя июльские наполнения и августские наполнения, то есть у нас с вами было два одно. Поэтому у нас с вами в этом месяце всего лишь два бьюти боксика. Но не все так просто, мы еще с вами вскроем два лимитированных боксика, один от Шарлотты Тилбери и один от Look Fantastic, но не в этом видео, в каком-нибудь следующем увидите и узнаете. Давайте с вами начинать и начнем мы с вами по мере приезда боксов и пускай первый, ну как пускай, первый, собственно говоря, приехал бокс от Look Fantastic, поэтому с него мы с вами и начнем. В этом месяце у нас с вами коробочка голубенького цвета и на самом деле неспроста она такого оттенка. Тематика этого месяца, месяца августа, это увлажнение. Соответственно, большинство продуктов, которые мы с вами будем находить, они так или иначе связаны с увлажнением. Хочу предупредить насчет подсчета стоимости продуктов внутри. Мы будем с вами брать с официального сайта, но я хочу отметить, что еще раз не знаю в который раз, что на Look Fantastic некоторые продукты могут стоить выше, чем на других сайтах, либо же ниже. Все всегда очень сильно зависит от продукта и того, на каком сайте вы смотрите. Кроме того, в коробочках Look Fantastic в большинстве случаев всегда есть неполноразмерные продукты, то есть мини-версии, тревел-форматы и так далее. И стоимость, которую они предоставляют, она никак не коррелируется со стоимостью за миллилитр продукта. Если вы будете пересчитывать за миллилитр продукта, конечно, стоимость наполнения будет ниже. Изначально я, в принципе, так и считала, но это на самом деле очень сложный вопрос. Как же считать стоимость неполноразмеров? В общем, давайте смотреть, что у нас внутри. Без книжечки мы, конечно же, не обойдемся, никуда не уйдем. Здесь у нас с вами написана тематика бокса и также какие-то дополнительные заметки плюс спойлеры. Обычно еще есть какие-то лайфхаки по уходу. Здесь, например, есть лайфхак по тому, как пользоваться гуашь. Такой вот охлаждающей штучкой, мины камешком. Всякие гуаша лучше за них не переволачить, потому что по факту это просто кварц или какой-то иной камень. Но не стоит отдавать за него там 20-30 евро. Это действительно просто того не стоит. И давайте смотреть, что же у нас с вами внутри. Я немножко вам пошилищу, совсем чуть-чуть. Итак, первый продукт это у нас вообще саше. Такие дела, ребятки. Да, это саше, стоимость которого, вернее, заявленная стоимость от Look Fantastic составляет 5-45 рублей. Здесь 40 мл продукт. Да, с одной стороны это как бы неплохо, с другой стороны саше это очень неудобно. Потому что вы достаете, конечно, продукт, его никак не упакуете обратно. Либо нужно просто переливать куда-то этот продукт. 40 мл продукта это, вернее, более чем достаточно. Здесь у нас с вами Филипп Кинсли Эластайзер. Мы уже не раз находили этот продукт в бьюти-боксах, в адвент календаря. О, календаря, календаря, календаря. Он неплох, кстати, уже скоро пойдут в адвент календари. Уже можно подписываться на рассылки. Так, маленький спойлер и маленькое отступление. В общем, это неплохой продукт. Он неплохо увлажняет волосы. Но Филипп Кинсли это скорее какой-то спа-ритуал за волосами. И по факту вы просто больше платите, конечно, за название бренда. Продукт неплохой, но можно найти что-нибудь подешевле. Следующий продукт, который мы с вами находим, это лак для ногтей Nailberry. Стоимость этого продукта 16,95 евро. Это полный размер, как вы понимаете, здесь 15 мл продукта. Мы этот лак, наверное, правда, немножко в другом оттенке уже находили. Он тоже пойдет у нас в какие-нибудь розыгрыши, либо я просто кому-то это отдам. В принципе, неплохой продукт. Да и стоимость лака для ногтей практически 17 евро. Мне кажется, что если поискать по интернету, можно найти этот продукт за 15 евро. Но, честно, я не пробовала, не пользовалась, поэтому рассказать про этот продукт многое не могу. Из плюсов, мне, конечно, нравится оттенок, то, что он носибельный, в принципе, такой достаточно ежедневный. Это очень и очень хорошо. Теперь у нас с вами будет небольшой элемент декоративной косметики от бренда The Balm. Это жидкая матовая помада. В принципе, оттенок неплохой и достаточно ежедневный и носибельный. Стоимость продукта 6 евро. Конечно же, мы с вами этот продукт попробуем как-нибудь в первых впечатлениях. Очень вкусно пахнет. Пахнет шоколадом и немножечко отдает ментолом. То есть, немножечко будет небольшой плампинг эффект. Если вы такое не любите, есть свои нюансы. Следующий продукт у нас с вами от бренда Medic 8. И это увлажняющая сыворотка. Как вы понимаете, здесь у нас пробник. 8 мл продукта, полный размер 30 мл. Заявленная стоимость от Look Fantastic 17,45 евро. При этом я нашла стоимость полного размера. Она около 60 евро. Можно, конечно, взять на скидках. Кое-где на скидках она стоит за... Эта сыворотка, вернее, стоит 40 евро. Говоря про бренд Medic 8, это очень небюджетный бренд. Но он хорош, и у него действительно есть рабочие продукты. Понятное дело, всегда есть у любого бренда какие-то прям звездные продукты. Есть те, которые, ну прям, ну такие средненькие, не очень. Стоит обращать внимание на отзывы. В первую очередь, во вторую очередь, посмотреть каких-нибудь дерматологов американских. Они любят делать обзоры именно на Medic 8, на Murat. Вот, но да, они советуют эти бренды, потому что эти бренды, к сожалению, пусть они и дорогие, но рабочие. Так, едем дальше. Далее у нас с вами малышка, прям совсем малышка, шампунь 30 миллилитров. Заявленная стоимость продукта 5,45 евро. Но, я хочу обратить внимание, что, как я и сказала, здесь 30 миллилитров продукта. На сайте Look Fantastic написано стоимость за 50 миллилитров продукта. То есть, нас кто-то хочет обмануть. Я нашла этот продукт в интернете. Минимальная малышка, которая продается, это 100 миллилитров, и она стоит 11 евро. В принципе, плюс-минус, они правильно посчитали по громовке, поэтому доколупливаться не стоит. Но, можем доколупаться за то, что здесь 30 миллилитров, а заявлено 50. Вообще, на самом деле, интересный шампунь. Очень интересная такая упаковка. Надо будет обязательно попробовать цвет красивый. Просто красиво выглядит. Вот, так, наверное, у нас почти с вами все. Да, у нас остался с вами один продукт. Это, собственно говоря, Гуаша от бренда Glove. Стоимость 21 евро. Как я и говорила, честно, я не вижу смысла отдавать 20-30 евро вот за такую штучку. Можно купить на Алике, либо же можно купить на корейских сайтах. Они будут стоить в районе 10-15 евро, и этого более чем достаточно. Говоря про вот эти штуки, они, конечно, хороши. Особенно, если вы хотите погонять лимфу, если у вас бывают отеки с утра. И это действительно работает. Обязательно только положите ваш карешек в холодильник. Тогда этот продукт будет гораздо-гораздо лучше работать. Честно сказать, я немножко не впечатлена наполнением в этот раз. Если честно, даже определенно точно не впечатлена. Больше всего мне, конечно, не нравится то, что положили именно Саше. Было бы гораздо удобнее, если бы они положили какую-нибудь мини-версию. Потому что мини-версия этого продукта существует. И они ее часто ложат в адвент календаре. Итого, что она с вами вышла. Суммарная стоимость бокса по подсчетам от Look Fantastic составляет 67,8. Да, в принципе, выгодно. Но, если честно, я не особо сильно впечатлена. Ну, к сожалению, так бывает. Ну что, едем дальше. Едем к Glossy Box. Та-дам! У нас сегодня с вами очень интересная и красивая коробочка. И тематика также связана с видом коробочки. С внешним видом коробочки. Это искусство красоты. И, в принципе, мы действительно немножечко пересекаемся. Ну что, смотрим, что тут у нас с вами внутри. И, как обычно, сразу же мы находим мини-вкладыш. Здесь у нас, как обычно, все очень красиво упаковано. Сейчас я вам шелестеть не буду и быстренько открою. И вот такая вот у нас с вами, в принципе, красота. Хочу обратить внимание, что на обратной стороне коробочки у нас с вами нарисована помадка и кисточка. В общем, стилистика, как обычно, Glossy Box в своем репертуаре. И это, на самом деле, очень круто и очень здорово. Что ж, вскрываем и смотрим, что тут у нас внутри. Первый продукт, который мы сразу же, собственно говоря, видим. Это маска от Glenda Balea. Balea мы с вами уже не раз видели. Она продается в магазине DM. DM это что-то вроде белорусской милы. То есть, там именно бюджетные продукты продаются, скажем так. Balea бренд сам по себе мне напоминает чем-то белиту. То есть, у них абсолютно разнообразные продукты. У них есть продукты для лица, для тела, для волос, все что угодно. И часто они делают какие-нибудь дюпы более дорогих брендов. Ну, не прям супер дорогих, но, скажем так. Например, какой-нибудь шампунь Батиста. Сухой шампунь Батиста. У них есть дюпы, кстати, очень хорошие. Мне он, правда, очень нравится. И стоит 1,95 евро. Обалденный продукт. В общем, у нас с вами тут маска Limited Edition. Такие дела с розой. Так, стоимость этого продукта 1,95. В принципе, неплохо. Но я считаю, что за одноразовые маски не стоит переплачивать. Можно взять корей и быть более чем довольной. Хотя, болеет тоже не очень дорого. Круто. Знаете, то, что тут есть, есть кое-что очень-очень дорогое. Ампулы от Доктор Бабор. Без них мы с вами никуда. И стоимость этих ампул, как вы думаете, сколько? Иногда у нас с вами ампулы попадали за 13 евро. Но эти не такие дешевые. Эти ампулы у нас с вами стоят 49 евро. То есть, у нас тут коробочка сразу же окупается за счет ампул. Эти, кстати, ампулы были в Sneak Peek. То есть, в заявленных продуктах изначально. На сайте Glossybox, если вы откроете тот или иной Beauty Box, всегда будет где-нибудь 3 или 4 продукта. Иногда 2 продукта, которые они спойлерят. И остальные продукты неизвестны. В общем, Бабор был в списке. Поэтому было очень легко найти стоимость этого продукта. Очень круто. Но, если честно, сейчас этих ампул надо бы ими начать пользоваться. И пробовать, что же это такое и почему так дорого это стоит. Так, далее. Далее, далее, далее. Давайте начнем с вот этого продукта. Schwartzkopf Taft. И это у нас продукт для волос 4 в 1. Суть в том, что вы используете этот продукт либо на сухие, либо на влажные волосы. В зависимости от того, какого эффекта вы хотите добиться. Это именно немецкая версия. В зависимости от страны версия может отличаться. Например, иногда существуют конкретные версии под конкретный рынок. Например, под российский рынок. Вернее, не только под российский, но и под белорусский и украинский также. И также существуют, например, под французский рынок. И версии, кстати, и составы могут отличаться не всегда. Но такое иногда бывает. В общем, этот продукт, стоимость, вернее, этого продукта в районе 3 евро 3.95. Если я не ошибаюсь. Вы можете использовать этот продукт для того, чтобы спаять концы ваших волос. Чтобы они не топорщились. И, в принципе, в качестве какого-то увлажнения. Плюс, благодаря этому продукту волосы можно чуть получше расчесать. Если они у вас пушатся. Я не пробовала этот продукт. Пробую, конечно же, расскажу. Я после того, как умываю волосы, не мою волосы, я всегда использую какие-нибудь продукты для того, чтобы спаять кончики. Чтобы они не сильно, господи, как это называется, секлись. Вот. И да, это работает. И волосы тогда чуть дольше не секутся и получше выглядят. Едем дальше. У нас осталось не так много продуктов. Флаг. Очередной лак. На этот раз от бренда Катрис. В оттенке 107. Он, кстати, тоже был в спойлерах. И стоимость этого продукта 2,95. Про лаки от Катрис я тоже ничего не могу вам подсказать. Постоянно ложат тоже во все адвент календарей. Я не знаю, куда уже эти лаки делать. Вроде как в розыгрыше все пихаю. Но оказывается, что уже там 10 плюс лаков. Поэтому, не знаю. В любом случае, Зимон будет ждать много розыгрышей. Поэтому там я вам кому-нибудь это раздарю. Потому что лучше я отдам, чем я просто выкину. Согласитесь. Ну и последний продукт. У нас два в одном, между прочим. Это пудра от бренда Lottie и кисточка. Кстати, кисточка от бренда, которую мы с вами уже находили. Притом не один раз. Бренд называется Luria. Кстати, у них неплохие кисточки. И по-моему, эти два продукта тоже были в спойлерах. Сейчас перепроверю. Так и есть. Мне попрались по итогу 3 из 3 спойлеров. Кстати, не всегда это так происходит. Иногда какие-то продукты, например, из спойлеров отсутствуют. Во всяком случае, так было в прошлом Beauty Box от Glossy Box в июльском. Так, стоимость кисточки 15 евро. И это, кстати, походу Дуофебра. Притом очень мягкая Дуофебра. Поэтому я буду рада пользоваться этой кисточкой. И очень будет удобно ею наносить какую-то пудру под зону под глазами. И либо что-то еще подшлифовывать. Она маленькая. И благодаря этому она хороша будет в этом месте. Стоимость пудры от Lottie London 8 евро. Lottie London это не супер дорогой бренд. Это скорее какой-то полубюджет. У них есть как хороший продукт, так и не очень хороший. В принципе, как обычно и как всегда. Что ж, мы все с вами нашли. И стоимость этого бокса у нас с вами составляет 81,04 евро. В принципе, очень круто. И хочу отметить, что в коробочке от Glossy Box у нас с вами не было ни одного мини-продукта. Все продукты у нас с вами были полноразмера. И по-моему, это гораздо круче. Лучше положить какой-нибудь, не знаю, мелкий бальзамчик для гоп. Либо же лак для ногтей. Чем положить какую-то прям мини-версию, мини-пробник. Саше. Да, Саше хорошего продукта. Но все-таки приятнее получать полноразмера. Говоря про вот эти две коробочки, которые у нас сегодня с вами были. Честно сказать, я не буду кривить душой и лицом. Мне больше всего понравился Glossy Box и по наполнению, и по тому, как коробочка в принципе выглядит. Look Fantastic выглядит достаточно просто. Я не могу сказать, что продукты прям суперинтересные. И они меня очень сильно зацепили. Да, есть классные продукты. Но, честно, ну вот, если бы Саше лучше бы положили какую-то мини-версию какого-то продукта. И так бы хотя бы действительно больше подкупала. Небольшая дополнительная информация. Скорее всего, я буду отказываться от подписки на Glossy Box и на Look Fantastic на следующий год. И мы заменим эти с вами коробочки. Вот сравнивая Glossy Box и Look Fantastic, честно сказать, Glossy Box мне как-то нравится больше. У нас с вами будет еще как минимум один месяц с этими коробочками. Но в октябре месяце мы с вами их заменим и возьмем что-то другое. В любом случае, мы периодически с вами все равно будем покупать эти боксики и вскрывать их в зависимости от тематики. Но на данный момент мне бы хотелось попробовать парочку новых сервисов и показать вам, что за ней и что же там ложат. Ну что, я надеюсь, видео вам понравилось и оказалось для вас полезным. Если да, не забывайте, пожалуйста, ставить пальчик вверх, подписываться на канал. Большое вам спасибо за просмотр. Желаю вам хорошего дня и хорошего настроения. Пока-пока. Продолжение следует...